Практически основной фишкой вот этих вот деклараций, все еще о декларациях, даже сейчас включаю канал и все о декларациях, помимо шутки Поросюка о том, что Святой Николай принес, кстати, об этих часах, которые стоят 8 тысяч гривен, Samsung, по-моему, марки, Ганнопольский в своем эфире не разбирается особо, да и зачем это надо журналисту, сказал, что мол, дорогущие часы, он сказал, что принес Святой Николай, то есть соврал по поводу Владимира Поросюка и по поводу стоимости. его часов, но Ганнопольский, что с него возьмешь, но я о другом, вот помимо этих часов больше всего рассказывали о святых мощах, святые мощи были в кресте у Андрея Лозового, народного депутата, и народный депутат Андрей Лозовой поступил после этого как настоящий мужчина, он передал эти мощи, этот крест, это была его семейная реликвия, он об этом написал, что ему дедушка подарил, передал в монастырь, вот крест, это семейная реликвия, которая переходила из поколения в поколение, и ему отдал Валерий Иванович Лозовой, его дедушка, вот он держит в руках этот крест, и он посоветовавшись с семьей, передал его в монастырь, о чем сообщили все украинские СМИ, в общем поступил как мужик. Семейная реликвия это не шутки, знаете ли, помните фильм Криминальное чтиво, где его отец в заднице свои несколько лет носил золотые часы, потом умирая передал другу, и тот уже в своей заднице их носил, чтобы передать сыну своего товарища, который носил их в заднице. В общем это очень серьезно, это не какие-то там, это не какие-то там, это не какие-то там аукционы, вот к примеру, большой рельефный Купятицкий, я не знаю, как это называется, о, крест, где-то я его видел, продавали его в 15 году, и продали в итоге за 7 210 гривен. Вот так вот он выглядит, вот так вот, вот так вот, там есть еще один, вот видите, что не вскрывал, слегка промыл водой, внутри не знаю, прекрасный коллекционный предмет. У семейной реликвии Андрея Лозового, там вот сверху немножко дефектик такой, снизу, ну это легко рассмотреть, потому что Андрей выложил фотографию. Давайте сравним с этим крестом, я думаю, вот или, или как, или в свое время, в 12 веке, их штамповали, знаете, и все шли практически одинаково, один в один, знаете, или одно из двух. Семейная реликвия. Может быть сам Андрей его продавал за 7 тысяч гривен, ну вроде как продано, или он его купил за 7 тысяч гривен, а зачем тогда нужно было вся эта, вся эта операция с его декларированием, чтобы отвлечь внимание? Вот я иногда думаю, происходят некоторые вещи, и украинские СМИ сами ли, или же им кто-то подсказывает, они подхватывают, несут, 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 неделю несут, как будто бы это очень важные вещи. А при этом, знаете, ну это старый-старый воровской трюк, знаете, там, где-то там, что-то там, попугая, допустим, запустил, да, а с другой стороны выносишь мешочки с крупой. Вот, вот у меня создается впечатление, что вот так вот оно и происходит. Хотя, возможно, возможно, всякое бывает, я могу и ошибаться, это совсем другой крест, да.